вот это да так вот видишь включилась доброе утро доброе утро наконец-то вышел что у вас за вопрос ну вчера я там скинул короткое видео до масленникова но со всего сказано что он сказал меня от церкви интересует хорошо вообще очень сложный вопрос понял вопрос так у нас записывается выставляется в интернет вы не против конечно не против конечно не против но я каждый раз спрашиваю мало ли что в жизни бывает но я сейчас буду показывать немного где масленников тут чтобы уверен видно было где-то у меня тут он есть вот он масленников чтобы люди увидели говорят о том что нас с католиками ничего не разъединяет открыто еще не говорится что их ересь филиока является истиной вы что так сказать нельзя тот кто будет открыто проповедовать ересь того надо признавать еретиком ересь ра но это далее он говорит что пришлось мне от всего отойти и начать говорить я сейчас подготовился к этому тут говорит о католиках о исхождении духа святого теперь я выбираю относительно этого то что говорит нам святая библия он у него почти не опирается и главная фигура для его и гнатья брещенина вот ересь и все он сам понравился мне с бородой одеты как говорит так не сыпет пулеметными очередями евангелие от явно 14 16 ты себе где-то маленькие пометочки можешь делать на потом отдельно прочитаешь и я умолю отца и даст вам другого утешителя да прибудет с вами вовек то есть я умолю то есть не сам дает духа святого как бы от отца поэтому символ веры православной имеет подтверждение и же от отца исходящего духа истины то есть дух святой называется дух истины тут два слова и нигде не написано что дух святой написано утешитель параклет и дух истины два названия которого мир не может принять потому что не видит его мир то вижу покажи бога покажи бога и не знает его а вы знаете его его с вами пребывает и вас будет так мы увидели православные правы дальше иоанн 14 26 утешите же дух святой теперь утешителя называет не дух истина дух святой значит одно и то же которого пошлет отец во имя мое посылает отец во имя мое научит вас посему и напомнит вам все что я говорил вам то есть я беру место описание святой библии показать на чем мы должны основываться на чем основывались те которые символ веры составляли то они должны были смотреть в библию они из-за того что нам так нравится ну а католики то что они в библию не смотрели вот мы сейчас увидим кто прав евангелие от иоанна 15 26 когда же придет утешитель которого я пошлю вам от отца дух истины который от отца исходит он будет светиться там я кто пошлет я пошлю и же от отца и сына вот она филе у кого откуда и пришло то есть святой библии написано и от отца и от сына он 10 30 евангелий от яна говорит я и отец одно никто не старше не моложе никто не выше ни ниже власть одинаково лица святой троицы и сразу нужно сказать что примерно почти половина святых отцов которые канонизированы в православной церкви они понимали от отца и от сына по католически как сегодня сказать понятно было бы то есть сегодня бы масленников и занес веретики но поле не знает или сергей михайлович надо подсказать чтобы он увидел это это необходимо дух святой которого пошлет отец своими мое а здесь которого я пошлю отец пошлет а тут реально будет я пошлю а так глава рядом 15 26 а там 14 26 ровно говорится на одну главу он будет свидетельствовать о мне то есть одинаково зачем разделять и так лука 11 13 если вы будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящему него кто даст отец и она 20 22 сказал это думал говорит им примите духа святого от кого от христа видите как чередуется то от отца а тут рядом отцы на почему-то потому что один бог бог един а вот это разделение по-плоцкие начинает размышлять казуистика ну скажут ну а кто конкретно я говорю что половина почти ну для начала скажем григорий низкий низкий 2s родной брат василия великого но они же не спорили об этом почему да так и так можно но как правильнее но если от отца у нас есть и сына нет ущербно а когда они говорят от отца и от сына они взяли в полноте то есть католики правее нас они так что католики не правы и они бьются и мы будем что угодно соглашается какой фифилакта написано на это никогда не пойдем зачем вам идти куда-то когда писание говорит дунул и говорит примите духа святого от кого но теперь ученики сказали господи это ты сам даешь духа или от отца посланы то от они от него он думал то никто не думал примешивать слова вопросы задавать приняли и все главное это принять духа святого жить духе святом а здесь спорят больше уже тысячи лет тысячи и о чем сами не знают деяния 18 посмотрим действия духа святого деяния но вы примете силу с маленькой буквы когда сойдет на вас дух святой не как и галисы говорят свете ли его в этом называется они что дух святой это не лицо троица сила нет сила когда когда сойдет на ванну дух святой и дух святой то личность дух святой сказал дух святой говорит дух святой послал то это личность сила не может говорить сила это понятие абстрактная примите силу халата вả pairs будет мне свидетелями в иерусалиме во все и иудея самаре даже на край земли на те спорите мне свидетелями или отцу COMMER determinем они будут свидетелями богу и вем conferred Или свидетели Иеговы, или свидетели Христовы. Ну, так, минутку. Говори. Ладно. Проверяет меня старшая сестра, как у меня дела тут, Татьяна Кузьминиша. Деяние 2.17. Деяние 2.17, записывай. И будет в последние дни, говорит Бог, из ее от Духа моего на всякую плоть, и будут порочиться сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями, вразумляемыми, будут. Говорит Бог. Ну, а Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. Кто говорит? Тут вообще говорится о Святой Троице. Из ее от Духа моего. И никто из учеников-то не стал спрашивать, Господи, а ты от отца или от сына-то? Это потом надумали. Это кто надумал? Даже если у нас в символе написано от отца, ну и ладно, я от отца. От сына-то не написано, что я не принимаю-то. Нет, анафема друг на друга. Анафема – это крайнее отвержение. Сами не понимают. Анафема дается только в двух случаях. Первое. Кто не любит Господа, Маранафа, анафема. Коринфянам Павел пишет. Кто не любит Господа. И второе. Галатан 1.8.9. Кто будет говорить не так, как мы вам говорили, да будет анафема. То есть, вопреки Христа и вопреки Библии. Анафема-то, в первую очередь, на православных падает. А кому вы анафеми лепите-то? А сегодня еще анафема. Мазепи, анафема. Это все анафема, так и называется, у Куприна. Льву Толстому, Болярину, анафема. Стеньки Разину, анафема. Емельки Пугачеву, анафема. Никого уже нету. Кости сотлели. Почему не сказать, мы не любим Христа, любим мир. А это враги. Якова 4.4. Анафему-то себе поют сегодня в храмах. Это специальный день торжества православия. Анафему поют по сегодняшний день. Не могут успокоиться. А почему? До Христа не знают. Деяние 2.18. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего. А с чего Духа? И будут пророчествовать. От Духа моего. Дух Христов. А почему Троица говорят? Потому что Бог есть любовь. Бог Отец не может быть без любви. Он любит Сына и Духа Святого. А Сын любит Отца и Духа Святого. А Дух Святой любит Отца и Сына. Вот это толкование. Тут понятно. Я и Отец Одного. Излию от Духа моего. Христос говорит. Моего Духа, Его Дух. И Он и зальет. Вот оно, где Филиоху-то родилось-то. От Отца Сына. Деяние 2.33. И так Он был вознесен Десницею Божию. И принял от Отца обетование Святого Духа. Обетование, то есть обещание. И излил то, что вы ныне видите, слышите. Кто излил? Сын. Еще одно Филиоху. И злил Он, Христос. Деяние 4.31. Записывай. Успевай. Искать тебе легче будет. 4.31. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Исполнились все Духа Святого. И говорили Слово Божие с дерзновением. Проявление в чем заключается? Говорить Слово Божие с дерзновением. И написано. Элисавета исполнилось Духа Святого и начала говорить. Семен Богоприимец. Что? Исполнился Духа Святого и стал говорить. Ныне отпущаешь и раба твоего. Исполнился Духа Святого Захария и начал везде. Что? Исполнились все Духа Святого. Запятая. И говорили Слово Божие с дерзновением. У православных на исповеди не спрашивают. Проповедовали ты. Свидетельств нету. Значит, о Духе Святом-то не в том направлении стали беседовать. Если бы были исполнены Духа Святого, священники проповедовали бы Слово Божие с дерзновением. Они его в руках не держали. Покупайте свечи. Отпивайте. Кого пособоровать надо. Чаще исповедуйте, чаще причащайтесь. Тут нет ни одного Слова Божественного. И говорили Слово Божие с дерзновением. Свидетельство исполнения Духа Святого именно в том, что ты не молчишь. У тебя все правильно будет. Правильное разумение. А не так, что кто-то сказал, и я за ним бы пошел. Нет, ты проверишь по Библии. По Святому Слову Божию. Деяние 5.9. Пиши, пиши. 5.9. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот теперь называй Дух Господень. А кто Господь? Но Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Он не говорит, кто Господь. Отец Господь Господь. Дух Святой Господь. Дух Святой тоже Господом называется. Вот входят двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Духа Господня. И никто не спорил, не проявлял. От кого это Духа Господня? От Отца или от Сына? Деяние 5.32. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Бог дал. Не говорит, Христос дал или Отец дал, потому что никому и в мысли не приходило разделять. Деяние 8.17. Деяние 8.17. Когда это прочитаешься, а потом еще отдельное, ты скажешь, да, Бог говорит вот так. Тогда возложили руки на них, а они приняли Духа Святого. Вообще нейтрально. Ни отца, ни сына. Деяние 16.6. Вот. Деяние 16.6. Пройдя через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Дух Святой не допускает проповедовать. Вот интересный момент. Это единственный случай я нашел где. А почему? Не туда пошли. В Асии, а, Асия замкнута, замок. Дойдя до миссии, вот приняли идти в Вифинию. Но Дух Святой не допустил их. Кто не допустил? Опять Дух Святой. Ни внешние обстоятельства, ни коммунисты, ни фашисты. Дух Святой. Нам надо научиться видеть во всем руку Божью. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. То есть, минуют, а сами не знают. Туда не пустил, туда Павел меняет направление, вычерчивают маршрут. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин. Ну, мы знаем, что такое македонянин. Югослава. Простя его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения, никто его не видел, ночью видение Павлу во сне или как, тоже непонятно. Мы точно же положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь. А зачем благовествовать там? Почему православных нигде не благовествует? На благовествие Бог не призывает две тысячи лет. Если что-то явление, обязательно икона. Икона пришла на кусту там, пошла, на том месте будет теперь храм или, ну, храм это самое мало, монастырь. Все в житиях святых. Явилась икона. И икона явилась, и даже Господь явился. Не были допущены проповедовать. Тут допущены проповедовать, благовествовать. Не проповедовать только. Проповедь может быть и не счастливого ущения. Но благовествовать это о жертве Христа. Где Дух Святой, там проповедь. И все начали говорить с дерзновением. Вот об этом почему не говорят? А я считаю, это Сатана увел в другую сторону. Из-за того, что я не буду спорить с католиками, а я ни разу не спорил на это, об этом. Никогда. А я побеседовал, подошел к Сензу и благословился. Благослови, Ольги. И он с радостью благословил. Почему? Да потому что они имеют рукоположение от апостольских времен. От Петра, у нас от Андрея. Это два родные брата, Петр и Андрей. О чем спорить? Мы вот были в Ватикане, когда ехали, и подарили книги. Франциску, Венедикту, который на покое. Ничего. Нас не убыло. За любовь Бог не судит. А то люди разделились. И судить патриарха в этом вопросе никак не надо. Потому что католичили, от католиков взяли самое плохое. Не крестят, мощат только. Бритые, то, что католическое я вижу конкретно, подряд всех причащают. Уже давным-давно все окатолично. Вот против этого я бы стою вместе с Масленником. А он про это даже и не говорит. Потому что у него и паства такая окатоличная. И сам, может быть, он в полное погружение некрещеный, мощеный или сбрызнутый. Об этом он ни слова не сказал. Я не знаю. Как бы на меня его кто-то вывел, свел, я ему побеседовал. Деяние 20.22. Пиши, пиши, брат. И он говорит, апостол Павел. И вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Подробности не знал. А что арестует, он знал. По влечению духа, даже святым не называет, Господним, дух истины. Нету никакого. Просто духа с большой буквы. И всем было понятно, духа. А от отца или от сына? Никто и не спорил. Знали, что от отца и от сына. То есть, Масленник, обзейст, рассуждает абсолютно неправильно. На сто процентов. Что они еретики, и нас туда затягивают. Они нас признали благодатными. А отсюда вывод. Мы должны их признать. Не надо было отрекаться. Так а что, тысячу лет неправильно было, что воевали? Неправильно. Так лучше сознаться перед смертью. Лучше поздно, чем никогда. Поговорка говорит. Деяние 20-28. 20-28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас. Как поставил, что требуя исполнять? Предание? Нет, блюстителями в пасти церковь Господа и Бога. А какого Господа и Бога церковь? Сына или отца? Ну, что он говорит-то, когда никто так и не разделял? Которую он, вот теперь понятно, приобрел себе кровью своею. Кровью своей приобрел Христос. И Дух Святой, значит, от него. Дух Святой поставил. Христов. Христов Дух. От Отца. Ну, от Отца мы признаем. У нас написано. Пасти. То есть проповедовать. Учить. 21-4. И найдя учеников, пробыли там 7 дней. А они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Они не просто говорили, а по внушению Духа Святого. Духа. С большой буквы. Павлу говорили. Вот единственный момент, я нахожу, где Павел поступил вопреки внушению Духа. Дух Святой ему говорил. Не ходи в Иерусалим. Почему? Гонят в одном городе, беги в другой. Это прямые слова Христа. 12-й стих. Пометь себе. 4, сразу на 12-й. Ну, подряд можешь дома считать. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Почему? А они по внушению Духа говорили Павлу. И они просили его. 13-й стих. Но Павел в ответ сказал. Что вы делаете? Что плачете, сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. А за Отца Небесного не хотел умереть. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав. Да будет воля Господня. Да какая воля Господня? 4-й стих. Говорили по внушению Духа не ходить. А тут по воле Господнем иди. Ну а ясно дело, туда путь или сюда как? Там по внушению Духа это общее правило. Здесь превышающее разумение. Любовь. Желание показать пример всем нам. Вот как. Хотя вот это, да будет воля Господня, это они сказали. То есть ты пойдешь, может ты останешься живой. И он остался живой. А почему? Там его арестовали. Он требует суда Кесаря. Ну а если суда Кесаря попросил, обязаны были повезти. От Кесаря или свобода была, освобожден будет. Или отрубят голову. 1 Петра 1.11. Исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Чей Христов? Дух. Христов Дух. С большой буквы. Дух Христов. Когда он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Петр знал, а православные не знают, что Дух Христов. Они эти слова даже не считают. Масленников не считал. 1 Петра 1.12. 2 Петра 1.12. Если Дух Святой благовестовает Духом Святым. У православных на исповеди священник должен был спрашивать каждый раз. Не благовестовал, Библию не считаешь, отойди в сторону. Вот когда пройдет пост, что ты считал, тогда проверим. А он это и делает, масленников-то. Ну по-своему учат-то. Школа покаяния-то. А раз школа покаяния, а попы-то заволновались как? А покаяние-то, в общем-то, он говорит правильно. Что надо и пить имью. А попы-то не накладывают. Это они на него нападают по зависти. Теми же самыми словами, как на меня псевдоправославный, гуру. Все слово в слово. У них копирка. Но на меня еще больше говорили. Это как Белое Братство, звенящие кедры, Анастасию там. Все собрали. Он за это деньги получает. Так научился врать. Один, говорит, закончил семинарию в Академии, которую много мне дали. Я научился так теперь врать, что и сам верю в это. 1 Иоанна 5.7. Мы увидели, что Павел говорит, Христос, Петр. Теперь Иоанн говорит. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, запитая слово, с большой буквы и Святой Дух. И сие три суть едино. И вот это, я считаю, даже греховно. По филиокве бороться. Католики правее нас. Я еще раз расскажу, что мы молимся, совершаем крестное знамение. Слагаем персты. Вот так вот это троится. А царабрятся так два богочеловечества. А какое правильно? Я говорю, то и другое содержит в себе элемент ереси. Почему? Мы изображаем крест. Крест – это деревянный крест. И теперь мы должны изображать то, что относится к человечеству Христа, а не к божеству. Святая Троица на кресте не была распята. И Бога человек не был страдающим. Божество, златоуз, говорит, не страдало. А человечество. А теперь по человечеству и посмотрим. Католики молятся пять. Ты, Господь, всех сошел на землю. Ты, Господи, нас, стоящих с левой стороны погибельной, посредством пяти ран твоих, ты перевел нас на правую сторону. Посредством, где на руках, на ногах и в боку. Католики правее нас опять. Они правее. Правее на сто процентов. Когда молятся, пять. А первые, как христиане, златоуз говорит одним перстом. Почему? Потому что весь мир был обуян язычеством. Павел говорит, златоуз говорит, у них в римском пантеоне, когда захватывали страну, они брали божество, приносили и ставили. Там вообще был плюрализм. Вообще. Вот это то, что сегодня говорят они. Толерантность, терпимость. В римской империи это было в достатке. Пятьсот божеств. И Христу отдельная статуя, я буду поклоняться, поставлю. Вспомните, Кама Гридеши, он прямо говорит. Я поставлю тебе, молись. И Анна Таус говорит, пятьсот было по названию, а в действительности ни одного. То есть это выдуманные были. Венеры, Юпитеры, Аскрипии, Кроносы. То есть там конца края им не было где. И тогда показывали крысы, вот палец кверху. Один бог на арене стоя показывали палец один. Это Иоанн Златоуст говорит. А почему изменили? Потому что Арий стал отрисать троицу. Тогда появилось троеперстям показали, как Милетий. Милетий это учитель Иоанна Златоуста, его епископ. И молния сверкнула оттуда. А старообрядцы говорят, Милетий показал два перста. Он не мог показать, двоих не было. Когда появятся другие еретики, которые монофизиты, монофилиты. Мона, то есть в нем одна воля или одно естество. А мы-то признаем два естества, Бога-человек и две воли. А одна воля говорит, человеческая доминует меня щаше сия. А божественная воля говорит, впрочем, не как я, но как ты. Вот это-то разделять не могут мусульмане. И они сразу сбиваются с толку. Считаем дальше. Галатам 3.5. Подающий вам Духа. А кто подающий? Не говорит. Духа Христова не имеет. Так. А, 8.9 сначала. Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас. Дух Божий. Но какой непонятно. И Павел тут в одном предложении говорит, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот предложение, его как-то отдельно выделили. Очень четко сказано, что Дух Божий – это Дух Христов. Значит, за то, что католики правы, везде, где говорится слово Дух Божий, душа поставьте Дух Христов. Все на одного места говорят, что это Дух Христов. А Галатам 3.5. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела или закона, сие производит, или через наставление веры. Какой Дух? Не говорится, но мы увидели, какой. Христов Дух. Филиппийцам 1.19. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Духом Божьим было бы сказано – нет. Духа Святого – нет. Духа Иисуса Христа. Как будто бы уже заранее Бог знал, что будут спорить об этом. И Он покажет, что от Отца и от Сына. Но я считаю только от Отца, почему я православный. Но про себя я могу мысленно сказать и от Сына. Евреям 2.1. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, то есть ангел явился в купине и Моисею дал, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как избежим вознерадево талихом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердело слышавшими от Него. Засвидетельство, призасвидетельствение от Бога, знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Почти воле. Ну, тут прямо говорится, призасвидетельствение от Бога. А это все Христос дал. Речь идет о Христе. Духа Святого по Его с большой буквы. Откровение 2.11 Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит ряда от второй смерти. И говорит, ни у кого и в мыслях не было, кто Христов Дух или Отца Дух. Лука 24.49 И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не обрещетесь силой свыше. То есть обетование Отца, а пошлю я, для того, чтобы обретись силой и были свидетелями до края Вселенной. Православные не обрещены благодатью Духа Святого в абсолютном большинстве. И они не знают, и не идут, и не проповедуют. А сектанты проповедуют. Если правильно, значит они получили обетование. Хотя и не в церкви. Теперь я считаю, что ты вчера сказал. Моё скудаумие не в силах возразить сказанному. Что зависло? Сердце полностью приняло. Если будет у вас время просмотреть и вынести резюме, пожалуйста, спаси Христос. Твои слова? Знаешь себя православный, да? Годи Тихо, знаешь себя православный? Ну, я твое услышал мнение, вышел вот в эфир. Вчера я потратил много времени выписать все эти места. Ты мысленно сейчас пробеги сколько мест там? Посчитай. Которое там, даже то, что прочитал. Сейчас мы увидим. Сколько свидетелей рядом будет? 27. 27. 27. Так я же не все выбрал-то. 27 свидетельств того, что спорить об этом не надо. По крайней мере, скажем так, мягко. По крайней мере, мы скажем, что нападать не надо на католиков. И считать их за это еретиками. 27 мест, которые говорят там, утишьтесь. Простите, исполнится духом святым. Рождение свыше, чтобы получить. Вот в каком направлении надо идти. А не спорить, от кого исходят. Дальше мы считаем. Теперь мы смотрим, куда же мы идем. Вот я сейчас его включаю. Немножко посмотрим, где он говорит. 29. 30. 30. 30. 30. 31. 31. Я не скрываю. Я не понимаю, на столе у него иконы стоят. И, видимо, это диски. Или книги его. Книги? Книги его вышли. Книги у него сколько-то книг вышло. Я вчера много про него прочитал. Много-много. Практически выбрал все, что говорят о нем негативного. И скажу, что фактически ни одно обвинение против него не имеет под собой прочного основания. Они ему завидуют. Страшно завидуют. Его обвиняют в том же, чем меня. Он мирянин и не имеет образования. Так вот, это удивительно, что его душу, как и мою, никто не корежил там своими сергянскими измышлениями. Проходим дальше. Вот встречается, написано. О духовном вреде книг и выступлений Сергея Масленникова. Еще раз говорю. Один служитель МП сказал. Семинарий Духовной Академии мне дали очень много. Я научился так врать, что и сам в это верю. Я всегда говорю, а до чего там семинария Академия, чтобы оправдать любое безумие, любое беззаконие. Они в куче все собираются. И вот они теперь думают, которые нападают, они никто. Издательский совет Русской Православной Церкви отозвал гриф с книг Сергея Масленникова и запрещает их распространению. Прямо, как обо мне сказано. Комментирует ситуацию и о руководителе, исполняющей обязанности, секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки ОВКОСТ ИШАК. Олег Васильевич, издательский совет Русской Православной Церкви отозвал гриф. Гриф. Что означает гриф? Благословение или разрешение? С книг Сергея Масленникова. И запрещает их распространение. С чем вызвана такая мера? Отвечает. Издательский совет действительно проводил рецензирование произведений Сергея Михайловича Масленникова на протяжении нескольких лет. И некоторым из них был предоставлен старковный гриф. Однако в ходе ознакомления с последними произведениями, в которых автор игнорировал ранее указанное замечание, в них была обнаружена серьезная опасность для считателя и слушателя. Да какая опасность, когда люди не знают Бога? Это все врут они. Обнаружена серьезная опасность. То есть, ну по опасности покажите, кто-то от Православной Церкви отошел? Нет. Стали хуже вести себя? Нет. Обнаружена опасность. Но результаты опасности нигде не показаны. Хочу подчеркнуть то, что решение об отзыве грифов, присвоенных произведениям Сергея Масленникова, было вызвано не отдельными ошибочными его мнениями или неточностями, которые автор высказывает, а в целом неверной, можно сказать, системой его взглядов на христианскую жизнь. Ну и вы по пункту-то и разобрали бы. Почему я так разбираю? Потому что мои книги брали на рецензирование в Кемеровской епархии, в этой же самой. В этой же самой. Никакого грифа они не наложили. Но они стали их изымать везде из библиотек. Когда приходят и говорят, у нас семинария, а если это прихожанка, она уже трясется, если библиотекарша-то. Знаете, книги у вас, Лапкина, есть? Она говорит, есть. А вы не могли бы дать семинарию? Ну они же в библиотеку, мы расписались. Ну правильно, в библиотеке чтоб считали. Ну люди неверующие, а у нас семинария, эти книги очень нужны семинаристам. И они их оттуда вылавливают, вытягивают, она им отдает. И пошел Михаил Михайлович Кальмаев и библиотекарши звонят. А почему у вас книг нету? Ну семинария попросила. А почему? Ну наверное экстремистские. Он говорит, экстремистские? Они занесены в реестр экстремистских. Гриф стоит на них. Да нет, я не знаю. Зовите директора. Директор подошла. Он по телефону разговаривает, а сам записывает все это. На телефон. Скажите пожалуйста, книги у вас были, Лапкина? Были где они? Отдали семинарии. А почему? Ну они сказали, что они там большую пользу принесут. Да говорят, что они там экстремистские. Да кто это сказал? Нет. Нет, этого никто не говорил. То есть мгновенно сразу отреклись. Это же самое в Новосибирской, там у них Иринея Леонского. Это же самое в Тульской епархии. Но теперь они перешли на другой уровень. Киево-Пещерскую лавру книгой повезли. Книги мои. Киево-Пещерская лавра – это средоточие и центр святости, по их мнению. Далее указывают, какие профессора участвуют в этом. Наконец книги отдают главному сектологу, Александру Леонидовичу Дворкину. С просьбой найти что-то. И все, уже 14 лет они там сидят на моих книгах. Как я рад-то. И ни одного замечания никого нет. Масленникова они легко разгромили. Как бы. Но он теперь распространяет без них сам. Мои книги кончились. Воевать уже не надо. Книги Масленникова не будут в библиотеке имени Ленина. Я думаю, в библиотеке Владимира Владимировича Путина. Мои книги там видели. Мои книги в королевских библиотеках. Мы проехали по всему миру. Он не поехал. Поэтому мои книги, они тоже подвергались вот такой, говорится, обструкции. Пренебрежению. Поношению. Но ничего нигде не нашли. Неверная система на христианскую жизнь. Андрей Кураев приезжал ко мне сюда, в Барнаул. И все книги у него есть. Первую часть он приобрел. А вторую часть больше. Я ему подарил через одного священника, не буду называть его. Который приехал ко мне и ему нужны все книги. И когда теперь Андрей Кураев где-то говорит, мне с разных мест говорят. Он говорит, прям копирует от вас. Что у него книги есть? Я говорю, да, мои книги у него есть. И он говорит прямо. Игнатий Тарлапкин, он говорит, ничего своего-то почти не сказал. Он поднял целые пласты забытого нами. Забытого. Ну, а Дворкин как-то отозвался о ваших книгах? Нет, он перешел на лагерь. Роснадзорно травить. А Дворкин сейчас не до меня. Там десятки новых роликов против него. Разбор делают профессора и другие. Он шарлатан. Хиппи. Из психиатрии не вылазил. У него нету ни должности профессора, ничего нету. Все обман оказалось. Засланец от Америки. Прошел курсы в Израиле и в Америке для разрушения православия. А мне он был понятен с первого выступления, когда я посмотрел. Они слепцы. Они не видят. Дальше спрашивают. Что за личность Сергея Масленникова? Где он служит? Ответ. Согласно имеющимся в открытых источниках данным, Сергей Михайлович Тиромирянин проживает в городе Екатеринбурге. Достаточно в зрелом возрасте принял таинство крещения. Почему-то таинство с маленькой буквы пишут, непонятно, а крещение с большой. Какое у него крещение, не знаю. Если в зрелом возрасте, в Екатеринбурге он моченый, поэтому у него такие изъяны. Такие, ну как он там говорит, все, Игнатий Бричанинов. Для меня Игнатий Бричанинов, как думаю, человек совершенно не рожденный свыше. Он не был никогда евангельским христианином. Дальше. Он не является священнослужителем и не имеет богословского образования. Вот обо мне все время они это пишут. Тем удивительнее, что мою душу никто не корежил, не скручивал ее. Мне не приходилось лебезить перед вами. Путь его духовных познаний весьма сомнителен. Неся послушание на одном из Екатеринбургских приходов, он активно осуществлял катехизаторскую деятельность, вышедшую далеко за пределы прихода. Сильный акцент в своей катехизаторской и писательской деятельности Масленников делает на учение покаяния. В том виде, как он его понимает. Сами катехизаторские курсы названы им «Школой покаяния». Своеобразно понимаемому авторам покаянию в той или иной степени посвящены все его произведения. Нужно сказать, проповедником покаяния называли Иоанна Златоуста. Он таким и остался. Вопрос. В чем духовный вред книг Сергея Масленникова? Вот мне говорят, он неположительно отзывается о патриархии. В моей книге-то он осуждает священно начали. Как я осуждаю? Я писание беру и называю лютыми волками и прочее. Не я, Павел. Дальше ответ. В своих произведениях, думая не по злому умыслу, а по духовной неграмотности, автор пишет, Масленников пытается все доступно и просто объяснить. Там, где доступно и просто, не объяснишь. Пытается детализировать то, что в детализации не нуждается. Пытается высказываться катафотично. Там, где возможно лишь апофатика. Я тебя спрошу, что такое катафотично? Сто процентов не знаю. Это туман, Игнатий Тихоевич. Это туман. Туман. И главное, нужно, возможно, лишь апофатика. Видишь, как он отвечал. А он-то не учился в семинаре в академии-то. Он просто говорит, надо каяться, не степить имью. А они-то ему ничего не могут возразить. Дальше, я пишу дальше. Метод описания какого-либо явления путем перечисления характеризующих его признаков и свойств. Апофатический. Катафатический путь познания мира. От греческого апофатика с отрицательной. И катафатика с положительной. Направление в теологии. Апофатика что? Отрицает возможность каких-либо определений. Игнатий Тихон, отключился он как будто. Ну он отключился, меня он не касается, у меня съемка идет. Мне зачем? Ты не прикасайся к этому, надо, войдет. Это он увидит потом ролик-то. Напрасно ты кинулся сюда. Видишь ты, ты меня сбивать пытаешься, это нехорошо. Апофатика. Вот тебе апофатика. Слушай внимательно. Апофатика это отрицательное, а катафатика положительное направление в теологии. Апофатика отрицает возможность каких-либо определений Бога, в силу его абсолютной трансцендентности. Вот еще тут трыхать надо тебе. По существу рассматривая Бога как божество. Катафатика признает законность описания Бога, определение его через предикаты, которые, однако, мыслятся метафорически, так как даются по принципу аналогия бытия. Если при этом не проводится четкое разрешение Бога и божества, а чаще всего так и происходит, то проводимое таким образом описание может результироваться в следующих вариантах. Первое. Антропоморфное описание. Второе. Символическое выражение переживаний по поводу присутствия духа и в душе трансценденции в экзистенции. И вот пойми, кто на ком стоит. Тут только шариков может разобраться. И они его судят, когда вот обо мне пишут статьи и говорят. Игнатий за русский язык. И он самые сложные вещи может передать так, что любая бабка понимает. В этом весь Лапкин. Но я должен знать значение этих слов, когда они меня пугают латынью. Греческим языком. Духовная практика, рекомендуемая Масленниковым, нездорова в итоге, может привести человека в страшный духовный тупик. Может. Ни одного не привела. Но может. А почему? Да потому что этот сидит, который с толстой рожей-то, он ничего не видит. Жиром заплыли глаза. Выкатились от жира глаза. Такие пузатые выходят и начинают рецензировать. Вот как у меня в лагере. Там выходит какой-то Евгений. С этой епархии. Екатеринбургской. И он начинает меня трепать. Хитрая бритая рожа может привести. Стоит сказать, что сам святитель Игнатий Бреченинов активно цитируемый Масленниковым писал об опасности, предлагаемой автором формы духовной жизни. Прямо связывалось со страстью гордости. Вот гордость и гордость и прелесть. Нам очень важно помнить, что христианство это не свод правил. А Библия и книги отцов это не цитатники. То есть они не знают, обозвали цитатниками. А Христос цитатниками отбивает нападки сатаны три раза цитатами. Христос это личность. А христианство и аскеза и покаяние и все остальное необходимое в духовной жизни. Это любовь ко Христу и стремленность к общению с Ним. Но где вы видели у православных устремленность? Заповеди, они их не знают. Курят, пьют, матерятся, аборты делают. У него половина храма любого, это абортницы стоят. Пьяницы, блудники, изменники, не раз венчанные. Скотомогильники я называю. Дальше. Расскажите подробнее о неточностях в изложении православного учения книга Сергея Масленникова. Вопрос. Отвечает. Сергей Михайлович Масленников часто берется с большой уверенностью утверждать что-либо тогда, когда прямого ответа нет и быть не может. Что нередко в православном богословии. Мне понравится это выражение. Если он этим занимается, Масленников, то не надо это делать. Я никогда с католиками не спорил о нисхождении Духа Святого. Представление автора о страстях и добродетеля складывается из механического и формального сопоставления высказываний святых отцов. В то время как священное писание, богослужебные тексты и творение святых отцов требует долгого и органичного понимания. А я говорю, а сколько ты веришься, 30 лет, ну все еще и следует. А бесноватого Господь исцелил, через час, говорит, иди и благовествуй, иди домашним скажи. А он пошел по всему городу, он понял. Все обучение один час. Претензии к произведениям Масленникова, как уже было сказано выше, относятся в первую очередь к системе его взглядов. Ну, говорит, ну по частям покажи в системе. Которая местами приводит автора к серьезным ошибкам. И к серьезным. Образно можно сказать, что из фразы преподобного Силуана Афонского, держи ум твой в ааде и не отчаивайся. Да не Силуан сказал это, а Пимен Великий. Они даже ничего не понимают, святых отцов-то не считали. Сергей Масленников оставил только первую часть. Во всех произведениях автор делает особый акцент на том, насколько грешен и многогрешен человек. Насколько он не достоин любви Божией. Насколько он должен каяться и тому подобное. Да это все говорят об этом. Все об этом говорят. Андрей Ткачев говорит об этом. Все православие. Грешен, супергрешен. Да все наши молитвы, так как свинья лежит в колу, так и я служу греху. Покаянный канон, посчитай. Грешен. И Павел говорит, я не достоин называться. Насколько грешен, магогрешен. Патриарх говорит об этом. Пока люди не признали Христа, это люди были не второго сорта, а подобные животным. На него язычники как напали, на Патриарха Кирилла-то. Насколько он должен каяться. Это никогда лишним не бывает. Но дальше сказать, теперь Бог нас избрал. Избрал, сделал святыми его последователями. Послание, избранным святым. Вот дальше он должен говорить. А на первом этапе для покаяния мы должны признать, мы не просто грешники, а мы погибшие. Погибшие безвозвратно. Никакой меры греха нашему нету. Он безмерен грех. Наглядной иллюстрацией такого подхода, на мой взгляд, является составленным Масленниковым и всюду им пропагандируем дневник кающихся. В этом дневнике грехи классифицируются на смертные, повседневные и простительные. Хотя, как известно, разница между смертным и несмертным грехом более чем условна. Вот здесь он говорит правильно. Это кто говорит, ответ дает. Вот, он правильно говорит, подробнейшим образом детализировано и изложено по пунктам. В частности, автор определяет, как грех даже то, если кто-либо ночью проснулся от голода и принял пищу. Также грехом считается, если родители хвалят своего ребенка. Я не нашел, где он об этом говорит, но раз говорит, значит, так у него было. Тут надо разобраться. Проснулся от голода и принял пищу. Может, каждый день он встает и лопается. У него, может, уже 100 килограмм лишнего веса на нем. Ну, тут я не могу ничего сказать. А чего ночью просыпаться-то? Проснулся на молитву. Златоуст не говорит, для чего ночью, а для еды. А для слез и для молитвы. Ну, он может поесть, если давно не ел, приехал откуда-то с командировки. Ну, надо понять, о чем речь. Если родители хвалят ребенка. Хвалить не надо. И в то же время иногда надо. Теперь я хочу сказать, что они неправильно говорят. Слово хвалить. Запиши. Чтобы опровергнуть, что хвалить можно, я покажу. По хвальбе. Видишь, какой я проделал труд. Притча 31-28. Притча Соломона, 31 глава, 28 стих. Встают дети, ублажают ее муж и хвалят ее. Жену хвалить надо за то, что она суп тебе больше приготовила. Похвали ее. За это не осуждается муж, а наоборот положительно. Жену похвали. Какая она умница. Даже если ты разведен и не имеет значения. Вот у меня приезжал Михаил Кальмаев. Она что-то там не с ним живет. Жена. И он говорит, она у нее кандидат наук. И она какая умная, какая грамотная женщина. Дальше. Лукаш 16-8. Говорят, хвалить вообще нельзя никого. А тут написано, похвалил господин управителя неверного. Неверного управителя похвалил. Это Господь говорит. 2 Коринфян 5.12. 2 Коринфян 5.12. Я вижу, что ты меня очень внимательно слушаешь. Я тебе считаю, ты на меня уставился и сидишь смотришь. Я тебя загипнотизировал, наверное. Как зомби сидишь. Дальше. Не снова представляем себя вам. Но даем вам повод хвалиться нами. Он напрашивается на хвалу, что вы нас хвалили. Что мы в истине стоим. Не покоряемся безбожьим попам и прочее. 2 Коринфян 7.14. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился. Сначала вы меня хвалите, говорят. А потом я вам и похвалился. Павел их хвалит. 2 Коринфян 12.11. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня. Но не напрашивается ли? Вам бы надлежало. Ну, чего вы не делаете-то это? Ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. Хотя я и что. У меня нет ни в чем недостатка против патриарха, против папы. Нет. Я нигде не делаю то, что они делают. У меня нужды в этом нет. Дальше. 2 Фестерникинсом 1.4. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих. Ну, похвальба-то не грех. Хвалясь, хвались Господом. Что знает Господа. Он помог. Я ни разу не сказал, я сделала это. Я добавляю, благодать Божия это сделала. Я обязан похвалиться. А эти не знающие Бога, они подбивают на бесчувственность. На жестокосердие. Меня Бог спасал многократно. Бог мне это открыл. Это благодать Божия открыла. У меня нет образования. Я постоянно подчеркиваю это. Нет. Но ты задал один вопрос. Сколько я время потратил на него? Так я беру уже выжатое. Подчеркиваю дальше пишет. Дневника еще предлагается авторам всем без исключения, готовящимся к исповеди. Следует сказать, что исповедь дело очень живое. И лишь в самом общем виде поддающейся какой-либо структуризации. Врет он. Ты посчитай златоуста. Как исповеди готовятся. Какие каноны надо просчитать. Это святые отцы усыновили. Структуризация. Слова, какие она пускает в латынь. Общим правилом того, как нужно исповедоваться, можно назвать слово преподобного Амбросия Оптинского. Так. Ничего не скрывать. Говорить прямо. Не округлять. А как и какими словами это будет сделано? Дело совести, чуткости и духовной трезвости исповедующего и исповедующегося. А нет духовной трезвости ни у того, ни у другого. Никто не исповедует, никто не исповедуется. Если без эпитиеми допускает священник до причастия, говорит Англотаус, то гибнет и тот, кого причащает, и кто исповедовал. Два мертвеса стоят. Он про это не говорит. Люди приходят. Уже отчий наш пропелли. Она сумками стоит. Она даже на исповеди не была. Другой раз прямо проходит. Священник выйдет, махнул рукой. Исповедь кончилась. Вы спросили о неточностях произведениях Масленникова. Могу сказать, что иногда его мысли принимают еще более осязаемый вид. Для примера можно привести следующий отрывок из аудиозаписи его лекции. Кавычки. Кто может сказать о себе, что он смиренный? Это же признак тщеславия или цемерия? Вопрос слушателя. А если в молитве встречаются слова смиренную и грешную, недостойную рабу, помяни ответ Масленникова. Опустите это слово. Если вас это смущает, выпустите его. Смысл молитвы при этом не извращается, не искажается. А для вас он становится более понятным, доступным. Кто прав? Вот интересный этот момент. Правый, кто Масленникова клеймит, и он прав. Правы оба. Вот момент где. То есть можно и так, можно и так. Как ты чувствуешь по совести? В комментариях данный момент едва ли нуждается. Как раз и не нуждается. Конечно же, неправильно, если мы не себя испорченным грехом будем подстраивать под церковное учение. А пытаться церковное учение приспособят под свое понимание. Даже когда это приспособление принимает самая благочестивая форма. Да это с плочником в каждом храме патриархии. Нету исповеди настоящей. Нету. Да сейчас человек слабый, да и пить им я, да это никто не будет ходить. А почему у нас, у наших общинах и пить им я? Он напился на два года отлученный. Два года стоит в коридоре, никуда не ушел. Вопрос. Я знаю, что есть отзывы духовенца, Валамского монастыря, Оптяной пустыни и Троица Сергея Вилавры, Акриго Сергея Масленникова. На какие моменты в них обращается внимание православных верующих? Ответ. Да, действительно. Издательский совет запрашивал мнение насельников авторитетных монастырей, вами названных. В целом, духовники, приславшие свои рецензии, были едины в отрицательной оценке его произведений. В рецензиях монахи выразили мнение, что дневник кающегося, речь шла в первую очередь о нем, является попыткой недопустимо детального структурирования, структурировать духовную покаянную жизнь. Создается впечатление, говорится в одном из отзывов, что для него автора ответ на страшном суде – это нечто вроде проверки бухгалтерской отчетности. С другой стороны, детализация уровня одного и того же греха вызывает в памяти формулировки уголовного кодекса. А что лучше, как они подряд всех или как Масленников сравнивать не приходится? Масленников он старается, он говорит, он их не боится, он не лебезит, он от них ничего не получает. Масленников выше их всех вместе взятых на несколько этажей. Это я говорю свое мнение. Только благодаря некоторым лексическим оборотам публикация дневника кающегося имеет нечто сходное с христианством. О как! В остальном своим юридизмом она вполне могла бы быть сопоставлена с ветхозаветными требованиями. Уже против ветхозаветных требований идет. Ошалели попы. Также общим местом в рецензии было то, что подобный «шаблонный» подход сделает невозможным живое благодатное становление личности покаяния. И живое, и покаянное становление личности в патриархии. Да ты найди хоть одного, кто поймет эти слова. Пришел, проглотил и пошел опять на блудные подвиги. Попытка возлюбить Бога без аскезы. И покаяние выродится в некий духовный гедонизм. А аскеза ради аскезы, покаяние ради покаяния, в мрачное сектантство. Все, подогнали его. Теперь я вижу, что Масленников сектантом назван, и я. У нас одинаково все. Я за Масленникова. Но только исправить, вот что подсказали. Благодатная жизнь в церкви Христовой. Еще не хватило поспорить церковь Отца Небесного или Христа. Правильное духовное руководство, чтение Писания и Отцов воспитает, не может не воспитать верный взгляд на духовную жизнь. Лишь бы нам уметь слушать Господа Бога, который обязательно ответит вопрошающим, откроет толкущему и найдет им ищущего Его. Ну вот скопировал, там, контрл-с, если назвать, это копировать, а контрл-в, это вставить. Вот вставил, и все, ничего этого нет у патриархийных-то. Нету. Духовное руководство, чтение Писания, на Библии-то не прочитали Отцов, понятия не имеют. Дальше еще. В интернете есть видеоконтент выступлений Сергея Масленникова. Его не стоит смотреть и слушать. Вопрос. Ответ. Все сказанное о книгах Масленникова может быть отнесено к его выступлениям. То есть не знает. И может быть отнесено. То есть если сказали АТО его, они будут сейчас кусать его. Неоднократно его апелляции не только на решение издательского совета, но и на отзывы насельников монастырей. О, авторитет какой. Показали, что он укоренен в своем мнении и менять его не собирается. Это ко мне говорят. Не исключаю, что для кого-то на каком-либо этапе духовной жизни произведения Масленникова были полезны. Это ко мне говорят. Однако, если смотреть на его работу в целом, то их едва ли стоит рекомендовать. Это ко мне. А мои книги говорят. Вопрос. Что делать с книгами, которые уже продаются в церковных лавках? Будут ли они изыматься из продажи? Ответ. Конечно. Необходимо будет приостановить распространение произведений Масленникова через торговную книжную сеть. То есть, они, может быть, их эти книжные сети освещались его книгами. Известна ли реакция издательств, которые выпускают книги Сергея Масленникова? Они отнеслись с пониманием. Решение об отзыве грифов с трудов Масленникова принято недавно. И реакция издательств и его издающих мне еще неизвестна. Очень надеюсь на понимание со стороны издателей и распространителей, поскольку забота о душах людей – это главное, что мы должны иметь в виду в подобных случаях. Они о душах заботятся, когда говорят привратно, чтобы увлечь за собою. Полчаса говорит, и слово «Христос» в Библии ни разу не помянет. Отнизу до верха все так. Дело в том, что школа покаяния – это не только диски, насчитанные Масленников. Это еще и религиозные организации, действующие в некоторых приходах Екатеринбургской епархии, в которых прихожан крещенных людей отлучают от исповеди в виде эпидемии до тех пор, пока они не пройдут полный курс промывания мозгов под названием «Школа покаяния». Это все говорят мне. Промывание мозгов и отлучают от исповеди до эпидемии. Он не говорит полный курс. А вы покайтесь в том, что здесь написано. Ты можешь и не ходить в школу покаяния. Они врут на него. Курс этот представляет собой классическое нейро-лингвистическое программирование и зомбирование людей. Эти слова против меня все время говорят. Там вынуждает людей искусственно вызывать в себя покаянное чувство с помощью многократного повторения определенных словесных формул, напоминающих молитв. А Господи, помилуй, 40 раз-то. Это не мантра. А Иисус в молитве, это все время считают монахи, это не мантра. Я считал эти молитвы. Они вызывали у меня очень тягостное чувство. Прихожане обязаны посещать эту школу. Иначе они не будут допущены с церковным таинством. Для многих людей этот период растягивается на год и более. До пяти лет до крещения надо. Отказ от школы или переход в другой храм трактуется как тяжкий грех со страшными последствиями. Это против меня так же говорят. В результате у людей подавляется воля. Они проявляют полное повиновение Масленникову или священнику, который практикует это на своем приходе. Но не им. Они завидуют. Это от зависти все сказано. Я гляжу, они просто не знают, что за это отвечать придется. Создается внутри церковная религиозная секта со своей иерархией во главе с гуру. До одной буквы против меня это говорят. Сидят там эти душители, которые митрополита задушили скуратовых. Люди боятся вырваться из этой структуры, запуганной всевозможными божьими карами. У меня на приеме были несколько женщин, прошедшие школу покаяния впечатления, удручающие. Они пребывают в тяжелом астену, депрессивном расстройстве. Вот пойми, что такое астена. То есть об стенку бьются они или в столицу Казахстана уехали. Две из них побывали в отделении аустрих психозов. Получали там сильнодействующие психотропные препараты. Да вы их туда направили-то. Одна женщина была очень близка к самоубийству. А те, которые ходят к фраму, то у вас тысячи самоубийц принимают решение самоубийство отпевать-то. А тут только одна близка была. То, что свидетель Егова не принимает кровь, умерло, говорит, три человека. Не мог найти больше никто. А то, что принимали переливание крови, 470 детей сразу умерло в Элисе. Заражены были. Так и здесь. Я лично не знаком с Масленниковым, но я своими глазами видел результат его миссионерства. Миссионерство в кавычке. Ну, миссионерство это у него, я у Масленникова не видел и не знаю, но профессор Уосипов считает людей. А не называвшись, это преступниками. Уосипов. Может быть он масон в последней степени. Бритый в галстуке. Вчера вечером я был на встрече с отом Дмитрием Смирновым. Люди, возмущенные в происходящем школе покаяния, спрашивали его, как к этому относятся Дмитрий. Отец сказал, что это делается для обретения власти над людьми. Что это попросту секта. Ну, а вы-то, когда людей... О себе, о себе. О себе сказал-то. Он сказал, что самой здоровой школой покаяния является Великий Поз. С уважением, Вячеслав Боровских. За более обстоятельные консультации вы можете обратиться в раздел. Дальше. Телефон дается. При этом известно, что правящий архиерей Кетербургской епархии распорядился, чтобы господин Масленников не учил на территории епархии. А у меня там какой-то Аристарх написал. На официальном сайте Московской патриархии размещен текст о духовном вреде книг и выступлении Сергея Масленникова. Но теперь они предели все. Тем не менее, он продолжает окормлять людей в самых разных городах и весях нашей страны. Окормлять – это ваше поганое слово. Окормлять – это значит отравлять, перекармливать. Если кто-то, несмотря на плотный богослужебный график, знает, как предупредить народ о самозванце, будем рады. Уже, заметьте, как они и гуру, и самозванецы. А до этого гриф был разрешен. Тем не менее, по материалам лекции Масленникова и его книги «Дневникающегося», а также рассказам людей, столкнувшихся с деятельностью этого псевдо-православного гуру, можно выявить следующие деструктивные признаки в его организации распространяемой литературы. Масленников считает, что в нем пребывает дух святителя Игнатия Бричанинова и видит себя фактически единственным правильным интерпретатором его учения. Последователи-поклонники Масленникова идут еще дальше и видят своего учителя, нового Игнатия Бричаниновым. Некоторые из них даже видят в Масленнике физическое сходство со святителем Игнатием и открыто говорят об особом духовном преемстве. Екатеринбургского проповедника от святого школы покаяния Масленника в большинстве вопросов занимает жестко фундаменталистскую позицию, отрицая какой-либо экономии и воспринимая мир в черно-белом спектре. Например, утверждается, что в записках о здравии можно записывать лишь во церковленных православных христиан. Абсолютно правил Масленников. И у нас это есть. Мы никого не записываем. А кого? Ему не надо здоровья, неверующий. То есть они нападают во всем, в чем он не сходится. А не сходится это фундаментальная позиция, отрицание экономии. И экономия это послабление. Если аборт за стоят 10 лет, правила Василия Левика II, то их экономия разрешает не одного дня. 40 поклонов. Разбойники, пираты захватили корабль. И это против него говорят пираты духовные. Практика большинства приходов, учитывающая последствия деятельности атеистических гонений, десятилетий, исходящих людям к людским немощам, позволяет подавать записки о заблудших членах семей, то есть не оцеркаленных, но крещеных людях, но занимающих сознательно антицерковную позицию. Пожалуйста, антицерковную позицию. Но можно молиться за блудших, в кавычках, последствия десятилетий. Это же десятилетия советской власти нет с 91-го года. Весьма схожи с сектантской практикой. Схожи. Схожи. А там сектантом называют. Является и то, что преподаватель школы покаяния, не имея ни священного сана, ни благословения, священно начали под себя подмять, считая себя опытными в духовной жизни руководителями, просматривает особый дневник кающегося, как они говорят, подготавливая к исповеди с целью разгрузить священников. Зачастую диктуя человеку, в чем именно ему необходимо покаяться. Да это написано, друг перед другом кайтесь, они даже этого не знают. Друг перед другом, не перед священником только. Поскольку каждого новоначального принуждает вести дневник, принуждают, не гарантируя при этом тайной исповеди. А первые христиане каялись открыто, как у Иоанна Кронштадтского. Каждый кричал свой грех, какой есть. Луначарский, министр просвещения в ленинском правительстве, говорит, я попал как-то туда, рядом стоит купец и кричит, я изнасиловал дочь свою, я столько лет с ней жил. Я, говорит, муж пришел, другой кричит, мы сделали там то, 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 убили человека, зарыли, каждый кричит. То есть это так и было. Возникает опасность. Опасность. Ее нет. Возникает того, что свободный доступ руководителя организации к личной информации подчиненных им членов школы покаяния может привести к злоупотреблениям, давлению, шантажу. То есть ничего нет в этом, но может привести к злоупотреблению. Маловато давать давлению, запятая, шантажу. Ну а дальше еще. К сожалению, на данный момент уже есть обращение пострадавших, свидетельствующих о наличии подобных нарушений в общине. С радостью отмечаем, что в Екатеринбургской епархии были пресечены эти другие грубые злоупотребления в деятельность организации Масленникова, а также распространение его литературы запрещены. Ну давайте немножко послушаем. Не проповедуя ересь, но скрыто, под текстом, нам уже прямо говорится, что таинства их благодатны. Мы сегодня видим, что после некоторых событий Критский собор, а тут еще и встреча на патриархе Кирилла и Папы Римского, а перед этим еще Архиерийский собор 2-3 февраля, где приняты проекты этих документов для Крита, это все положило основание к тому, и уже почти открыто, чтобы католики начали приходить в православные храмы, чтобы наши уже там православные могли у них служить. Недавний факт такой был. И в другие храмы постепенно католические священники начинают приходить. Так вот это сделали за рубежной церковью. Сначала признание, а потом уничтожение. За рубежной церкви, но до конца не смогли это сделать. Уже не знают, чем господствовать, но хотя бы мира. Епископы могут избрать там то, но мира должны получать только с патриархии. Это везде так и делалось всегда. Вот он говорит здесь об этом. Что вот такое-то там с католиками, они будут... Вот он говорит здесь, ничего подтверждать-то он не может. В данном случае Масленников абсолютно не прав. К католикам отношение наше должно быть братское. И патриарха Кирилла обвинять не в чем. Давно всего католичина. На меня тоже нападают. А ой за патриарха, а он такой-то садомит, он-то из Ротовска, Никодимовщина. А вот за это отвечать будете. Ты его за ноги, говорит, держал. Говорить надо о другом. Чтобы крещения нету, таинства извращены. Нет проповеди. И поэтому патриархию считают самой большой сектой. Всю патриархию. Так что, вот я разобрал его выступления. А вы как примете? Я же не настаиваю. Если зазомбировал бы, все. Если можно, если можно о церкви. Но у меня просто вопрос о церкви. Поэтому я еще немножко... Вот в откровении, то есть обращение к церквям-то. Это как нам понимают? То есть это состояние души человека? То есть семи. Именно так. Состояние души человека. Церковь одна. Это не период, в какой период было, как баптисты толкуют. Нет, а это именно состояние. Я могу в день не в одной церкви побывать. Из Пиладеев и прийти в Ладике, и наоборот. Да, и здесь даже если там затрагивать благодать. То есть человек, который приходит в храм, да? Господь смотрит на сердце. На его, что он принес на своем сердце. И поэтому подается благодать. То есть здесь, там, ну, зависит все от состояния человека. Вот заметь, Роман, тут вот какое дело. Московская патриархия принимала решение с синодом. Это даже в 1971 году было. В журнале Московской патриархии. Что православные при необходимости могут прищищаться у католиков. А католики могут прищищаться православной церкви. У нас тут была в Барнауле католичка. И она не прищищалась все время. Стоит с Розарием. Розария это молитвенник их. А тут стала прищищаться. И православная, да как она католическая, она еретичка. И, видимо, много было нападок. Испугались раскола. И теперь отменили это. Ну, хорошо. То решение вы принимали в Духе Святом или нет? Нет. Значит, вы всем синодом ошибаетесь. Накладывая анафему. Анафему на таких, как отец Глеб Якунин. Анафему. Анафему. Вот я никогда не буду одобрять, что сделал Филарет Денисенко, которого там запретили. Но анафему предавать какое основание? Никакого. Я его никак не могу сказать. Но на исповедь к нему не пойду. К католикам на исповедь. Вот как сейчас они бритые. Я не пойду. Ну, а если я буду где-то в Италии, и будет смертный, сейчас прищищусь. Как Владимир Соловьев. Заболел. Никого, видимо, не было. Или как там, говорят, он прищастился у католического ксенза. Я не об единстве говорю. Главное, эта молитва в сердце должна быть. Обвинять конкретно в таинстве нарушения. Вот называется примат папса, чтобы все были под папой. Здесь я категорически намерен. Такого нет ни в ущении, ни у Христа, нигде. Это притязания такие. Вот у меня есть книга к истинному православию. И там есть два больших материала. Один называется «Гордость папства». «Гордость папства». И вторая «Щелокоубийство и ложь Ватикана». Две огромные статьи. Возьми и прочитай. И ты увидишь. Что еще надо? У меня настольная. Настольная надо. Ну вот. Там все есть. Об этом отношении. Так, еще вопросы? Дальше. Откровение. 12.14. Да. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалось продолжение времени, времен и полвремени». То есть толкование здесь такое. Жена, церковь. Жена, церковь. Ну, это мы понимаем, что это избранные. То есть Господь кого избрал. Понятно, что здесь не папа риндский бежать в пустыню какую-то не собирается. Да. Ну, и там епископат и так далее. То есть здесь как разложить-то? Ну, как? Говорит, церковь святая не порочная. А тут, говорит, все вплоть до цедомита пьются. А они уже не в церкви. Согрешающие отпадают. В мистическом теле церкви нету. Церковь его – это невеста. А кто в ней находится, они нам судить. Вот об этом как раз 4.15, кажется, 1 Коринфянам. И говорится, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытая во мраке. И тогда каждому будет похвала. Вот так. Вот на это мы должны смотреть. У меня же здесь распространяется. Ну, здесь правила тоже. Я искал купить, когда в Подмосковье там был, но я нигде не смог найти книгу правил-то. Каноны или книга правил. Да. А попросил в лавке, говорю, ну, они меня там хорошо знали-то. Ну, я говорю, а можете там заказать-то? Хорошо. На следующее воскресенье я прихожу. Она говорит, батюшка сказал, зачем вам это надо? То есть у нас все есть. Спасит. Я не знаю, какой там подробный разговор, но батюшка запретил книгу правил заказывать. Почему запретил? Потому что ты увидишь, что они беззаконники. А они прячут эту книгу правил. И все на экономию. А почему они говорят о кривии? А кривия – это строгость. Почему они никогда, нигде я не слышал, чтобы они приводили в свидетельство канонизированное митрополита Киевского иона? Когда к нему так подходили и говорили, да это жестоко, Бог-любовь. Он говорит, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Все. Мы не имеем права. А вот строгие правила там где-то, я тороплюсь, у меня жена рожает, а красный свет, это не поможет. Красный свет для всех и любой ситуации. А они подряд все нарушают. Ну, это хотел бы зачитать 45-е, апостольское правило. Да. Если так, епископ или пресвитер, или диакон с еретиками молившийся только, да будет отлучен. Если же позволит им действовать что-либо, как служителям церкви, да будет извержен. Ну, давай поподробнее. Вы многое... Ну, давай поподробнее. Ну, говори, говори. Видел я, уже есть в прямом доступе в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь. Ну, в Санкт-Петербурге точно. То есть там литургия с католиками уже вместе. Вот. И не только... Это единственный случай. И это уже давно к этому подготовка пошло. Вот. Ну, католиков то, что в филиокле, филиокле, там еще вот это, ну, прям от папства. Да. Вот. Еще в крупных догматах-то, где они там еще заблудились-то? Меня спрашиваешь? Заблудились-то? Спрашиваешь? Таинство, таинство, искажение таинств и бродобрития. Это никогда мы не примем. Искажение таинства, да. Никогда не примем. Потому что не подают тело и кровь-то, а одну обладку, которая обмачивает вене. То есть, по сути, вот сейчас, да, мы так воображение свое запустим. Апостолы, если бы спустились, то это будет такое тотальное извержение, то есть, Искана, тотальное просто. Да. А об этом говорится? Начнется, что-то сверху, начнется, да. Об этом говорится? Очень сложное сейчас время, я-то так слежу, регулярно, совсем там, немножко смотреть, в оба, как говорится. Время очень сложное сейчас для для человека. Заблуждений столько, что иногда и слезы наворачиваются. Написано, что имеешь, то держи, дабы кто не восхитил венца твоего. В первую очередь, просто так, еретик, а дальше уже нельзя молиться. Так, посыл-то неверный. Сначала он не еретик, и тогда все остальное отпадает. Нельзя с ним молиться. А я с ним и не молился. Ну как же, ты же был, ну он считал, очень наш. Я со Христом молился, а не с ним. Если он сейчас будет говорить, то, что противоречит Священному Писанию, я аминь сказать не могу. Все заключается, молитва аминь. Апостол Павел говорит, и кто придет, говорит, не понимает, что ты, как он скажет аминь. Аминь, то есть истинно так. А если ты стоял аминь и не сказал, ты не молился. Ты просто стоял рядом. Я стоял рядом, он молился. Молились по-своему служители Ваала, кололи себя, прыгали, с ними рядом был пророк Илья. Он молился с ними или нет? Понимаешь как? Он их зарезал потом. И мы должны научиться понимать. Это если правильно, я говорю аминь. А если неверно, я и с попом не соглашусь. Вот они, представьте, у нас в Новосибирске выходит, священник и говорит, вы сегодня, завтра приходите пораньше, видимо, на завтра, он вечером говорил. Я знаю даже, кто это, священники, и говорит, завтра у нас будет благодарственный молебен в честь Октябрьской революции. Благодарственный молебен. Это куда надо было заехать, когда уже даже коммунисты отрекаются, даже Зюганов не одобряет это убийство царского семейства. Сто миллионов жизней. И он стоит, поп стоит, это уже не просто Сергея Анис, а Сергея Анис в квадрате и в кубе. Благодарственный молебен, что вот теперь, когда случилось, что революция, это сначала февральская революция, и как царята свергли, он отрекся, и во временное правительство пошли телеграммы благодарственные от архиереев, и там же благодарственные от Антония Храповицкого, основателя зарубежной церкви. теперь-то наконец-то будет свобода, теперь-то мы можем развить деятельность свою, теперь мы будем везде, никто не понимал, что открылись двери ада. Благодарственность, молебен за Октябрьское революции, это не просто человек сбился с пути, он стал хуже врага. Тут никакая эпидемия не поможет, они предавали друг друга, а тут эпидемия отлучения на 30 лет. На 30 лет. сергианцы, это хуже колдунов, за колдовство 18 лет только, а это всех, которые были не с ними, митрополитом Сергием Строгородским, всех, которые в тюрьмах сидели, всех объявили врагами народа, они. Это впервые мировые практики, чтобы церковь отказалась и буквально отвергла славу свою исповедников и мучеников, а потом пройдет время, будут памятники ставить, то есть канонизировать. Говорить о них только, как говорят, времени не хватает. Еще что? Все? Ну, видите, у меня тоже такое сложилось впечатление, что в этих миссионерских отделах-то готовят гонителей на нас. Да. Кто в духе истины поклоняется, это они готовят. И в Писании что сказано? Что они будут думать, будут думать, что делают дело Божие, убивая. Да, иезуитов готовят гнать, иезуитов, преследовать проявления жизни, любое. Я на себе испытываю это ни день, ни два, 54 года. Мне есть что сказать. Так, я тебе хотел сказать маленькое поручение. Первая голубятня, номер один, которая, ну, высокая стоит-то, там лесенка, ее надо каждый раз кладешь на землю, когда слазишь, и положить ее, чтобы по ней не лазили. Но мне она не очень вызывает доверие. Проверь все ступеньки. И может быть пойти там... И аккуратно. Спилить, может быть, до такой же высоты точно. Да точно. Сделать вторую там эту, крепкой, чтобы ты не оборвался. Потому что непонятно там, может быть, они выгнали, это, выгнали уже там места, где соединяются поперечинка ступеньки. Посмотри. Это недолго сделать там. Выпилить из клёна. Смотри внимательно. Пока нормально, ничего. не заметил. Смотри, чтобы не оборвался. Ну, кстати, Тихон, что за ответ, конечно, никто не дар такой ответ, как вы. Это понятно. То есть вы разбираете действительно, как Господь каждую волосинку нашу считает и знает, без воли его она не падает. Так и каждым мелочам. Это видно, что это здесь Дух Божия работает. У меня нет образования, и я не в системе этой. У меня, я говорю, смотря выше головы, ни перед кем я здесь не кланяюсь. Разрешение мне не надо благословения. Бог сказал, я взял места в Писании. Считай, 27 мест только о Духе Святом. Сказал он, здесь нельзя хвалить, я тебе тут же говорю, что Бог говорит. Вот и все. С Богом! Отключай нас. С Богом! Спасибо, Христос. Молодец какой. Давай.